Приветствую вас, Нина Бабреттл. Ну давайте вот разбираться будем. У меня возникло такое ощущение, когда я читал ваш текст, у меня возникло такое чувство, что вы как-то вот очень долго хотели, пытались, старались быть той, кем я являюсь. То есть вот ваша правда хочется быть такой, какая есть, всё, она звучит так, что я устала быть кем-то другой, какой-то другой я устала быть. И тут же вы говорите мысль, такая какая есть, никому не интересна. Вот она суть. Такая какая есть, я никому не интересна. То есть двойная история. Первая, обесценивание себя настоящее. И вторая, это история о том, что вы ориентированы на других людей, а не на себя. Не на то, что нужно вам, не на то, что важно вам, а на себя. То есть это вот здесь вот именно двойная такая история. С одной стороны обесценивание, с другой стороны ориентир на других людей. Ну это даже не двойная история, а такая вот. Просто, знаете, как два элемента, но они как бы в одном русле. Да, потому что обесценивание себя же, это, по сути, обесценивание с точки зрения кого? С точки зрения вот тех самых людей, на которых вы ориентируетесь. Да? Вот. Поэтому тут вот сразу возникает к вам, ну, достаточное количество вопросов. Что, если вы себя обесцениваете, такая, какая вы есть, то как бы к этому пришли? Если вы говорите, что вы такая, какая вы есть, никому не интересная, возникает вопрос, а почему вы должны быть кому-то интересны? Чего вы взяли, что вы никому не интересна, такая, какая вы есть? А интересны ли вы, например, себе, в первую очередь сами? Потому что в вашем тексте вы говорите, что вы, ну, что вы не интересны себе. Но тут, правда, есть момент, что вы себе не интересны, потому что вы не такая, какая вы есть. И быть не такой, какая вы есть, вы устали. Поэтому, как бы, суть, она в этом вся. Вот. Так что, тут тоже такая деликатная немного история, на мой взгляд, на мой взгляд. Дальше идем. Вы говорите, в жизни много недоделок. Большие-ка маленькие. Ну, ничего вы это решили, да? То есть, опять же, где-то, когда оценка, оценка какая-то, понимаете? То есть, ну, вот, какой бы такой пример провести. Я постараюсь такой попроще, примерно, провести. Ну, вот, допустим, есть, есть стол, который я делаю, да? Есть стол, который я делаю. И, скажем, сделал я, там, 75% стола, к примеру. Но, осталось, вот, немножко, да? Осталось сколько? 25%? Осталось, 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 осталось. Вот, я не делал, не делал. Объективно, это не недоделка. Объективно, это, скажем так, не заверщённый стол. Да? Или это, может быть, даже не стол, а просто конструкция, работа, проект, да? Это просто проект. Это не стол. Это проект. Вот. В каких случаях можно назвать недоделанным стол? Я вот незаверщённым тоже неправильно сказал. Недоделанным. Незаверщённым или недоделанным? В каких случаях? В случаях, если, к примеру, я делал, делал, делал и заболел, да? Заболел, отдали, как бы, отдал инструменты, сам поехал куда-то, да? То есть, вот, как-то, вот, физически потерял возможность завершить то, что начал, да? Это не доделка. А если я не хочу доделывать, например, то есть, я вот сделал так, ну, я вот 75% сделал, а 25% подожду. Это не доделка? Нет. Это проект. Это процесс. Поэтому недоделка здесь выступает как очень субъективная, очень личная история. Но, опять же, мы-то привыкли как? Начал? Заверши. Начал? Делай. У нас, вот, с детства, я не знаю, хоть как ваша, у меня и у многих моих, вот, знакомых в украшении была такая история. Если ешь, обязательно ты должен доесть всё, оставлять нельзя. Ну, я, когда совсем маленький был, я, конечно, старался, а когда чистый таброс, наверное, лет десять, я уже сопротивлялся и не хотел. И, собственно, ещё, вот, приучил, как бы, ну, приустам, что, если я не деда, да, я не хочу, я не ем, всё. Вот, ну, можно сказать, что я не шляп... то я не доел. А, вот, может, можно ли сказать, что я не доел? Нет, нельзя, если меня не отвлекли. Вот, если меня отвлекли, да, я не доел. А, если я не хочу есть, то... я просто не хочу, я поел. Я не не доел, я поел. То самое здесь. Не доделка какие? Вас отвлекли или вы сами не хотите делать? Смотрите, какая штука. Если вы отвлеклись сами, то да, не доделка, да, согласен, но вы вернетесь обязательно и доделали. Если вы не делаете потому-то не хотите, вам это не интересно, это не доделка. Но на вас давит то, что вы должны в кавычках это доделать. От этого делать не хочется еще больше, давайте признаемся честно в этом. Ну а в счетом того, что вы ориентируетесь на других людей, как мы уже сказали, можно сказать, что вас это еще больше подавляет, то, что я не доделал от чего-ли. Дальше, значит, ну да, ощущение, что я полная неудачница, сменяется ощущение, все вроде хорошо и наоборот. Понимаете, вот опять, да, опять, полная неудачница, все хорошо. Все-таки фразы, они, знаете, они какие-то радикальные, что ли. То есть, как человек может быть полным неудачником? Вот серьезно, как? Ну вот вы подумайте сами. Как у человека может быть полным неудачником? Как у человека может быть все хорошо? То есть, это все локально, все локально. Но мы как говорим? Как мы говорим? У меня что-то не получ... О, и все, у меня не получилось что-то, я полный неудачник. То есть, не получилось это одно? А, полный неудачник. Весь человек... Ч... человек... Дальше. что-то получилось, у меня все хорошо, да, получилось что-то логальное, у меня все хорошо, ну, не бывает такого, то есть, как бы, реальность, она более усредненная, вы этого не видите, вот, скажет вопрос, почему, вот, перепад настроения, перепад настроения, это, вот, такой тепличности есть, вот он называется, естественный, то есть, мне хорошо сегодня, ну, все хорошо, вот у меня все нехорошее настроение, все хорошо, все здорово, всех люблю, все, все хорошо, а потом у меня настроение чуть испортилось, вот, ну, в течение дня, да, что-то там буквально вот произошло, что меня как-то задело, и все, у меня все плохо, и всех я не люблю, и всех я вообще, вот, ненавижу, вот встречали таких людей, вот, это происходит с вами, когда, по большому счету, у человека такое, вот, двойственное поведение, да, то есть, у него, по одному и тому же предмету, может быть, два разных отношения, сейчас я это люблю, через, там, час или два, я это уже ненавижу, а ты сидишь такой, и вообще не понимаешь сейчас, что произошло, вот, очень похоже, что вы, вот, повторяйте эту историю, на человек, такой вот, такие переменные настроения, свойственные тогда, когда, в родительской семье за одно и то же хвалили и ругали. Вот, это вот, это вот, просто не сформировался свой собственный свежень, да, не сформировался своего собственного вот какого-то такого фильтра на шее опираясь при восприятии окружающего мира. То есть, что лично для меня вообще, плюс, а все минус. Как я определяю плюс и как я определяю минус, что это такое? Вот. То, что вы говорите, то, что вы говорите, что я не доделал это, там, что-то еще, да, это определенно выдаёт какие-то представления о плюс и минусе ваших, но не раскрывает их природу. А природу, как вы оцениваете, что плюс, а все минусы, природу это очень важно исследовать и, собственно говоря, откорректировать, потому что сейчас она вам больше идёт во вред, чем на пользу. Дальше. Значит. И здесь, что вызывает интерес, это путешествие, но возможность путешествовать один-два раза в год. Это надо. Чем вызывает интерес путешествие? Есть ощущение, что вы просто убегаете. Вот. Вам интересно то, что вы убегаете от своих проблем. Вы убегаете, по сути, от себя. Испытываю постоянное раздражение, вспышки, злости и агрессии, если никого не хочу видеть, хочу спрятаться от сверх. Так. Вспышки, агрессии и раздражения, это следствие подавления ваших чувств. То есть вы не можете, опять же, быть самой собой, обесценивая себя. Желание спрятаться от их и нежелание общаться с людьми, ну, это следствие. Так вы знаете, что такой, какой хотят вас видеть люди, вы быть не можете, а такой, какая вы есть, вы считаете, они вас не примут. И всё. Получается. Замный прикрек. Лучше я ни с кем общаться не буду. Вот здесь очень важно, как раз таки, с психологом, как человек, да, проработать, прожить, вот эту вот, вас настоящую, раскрыть, вот, поверить в неё. То есть даже не поверить, а увидеть её. То есть верить тут не надо. Увидеть. Увидеть, что есть вы настоящая, что вы реальные, что человек, в данном случае психолог, вас принимает. Не пытался он психолог? Нет. А просто пытался он человек. Естественно, там будет какая-то обратная связь, естественно, там будет какая-то корректировка, калибровка, потому что, ну, значит, вот знаете как, вот когда человек, там, долгое время не ел, да, не даст вас есть. Вот. Он себе навредит просто-напросто. Это же и здесь. То есть вы вначале, вот вы сейчас, сейчас вы тебя подавляете, да. Я, к примеру, поверив, что, поверив, поверив, что психолог принимает вас полностью, любой, вообще любой, вам будет легче раскрыть. Вот основная идея это раскрыть. Основная идея, это вот основная идея именно раскрыть вас здесь. А дальше уже учиться просто придавать более-менее адекватную форму, ну, адекватное значение, адекватную ссору, вот тому, что вы чувствуете. Вот и всё. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Продолжение следует... Продолжение следует...